МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Южный Урал". Край исторического распространения казахского этноса. Средневековые караваны Великого Шелкового пути проходили и здесь. История осталась на герб региона, смотрящем на запад верблюде с поклажей. И, конечно, не только в нем. В Челябинске живут почти 3000 местных казахов. Для мегаполиса немного меньше процента. Из них 300 человек – члены общественного центра Азамат. Костяк Азамата – вот эти 30 ребят. Возле обычного офисного набора вот такая копилка миниатюрной Тайказан из Туркестана. К нашей встрече здесь накрыли Дастархан. Пусть и не все кушанят традиционно казахские, зато наших мы признали сразу. Действительно, казахи завоевывают расположение гостеприимством повсюду в мире. Это вот Дастархан наш чай и бешбармак, который славится на весь мир. По-моему, сейчас уже в этой вселенной нет места, где бы не знали бешбармак. Если не знают, мы туда поедем. Глава Азамата Канад Циитиков – общественный деятель с большим опытом и многолетним стажем. В Челябинске он стоял у самих истоков создания казахского общественного объединения, которое переросло городские рамки и теперь стало региональным. Канад Хакимович – человек с незатейливой философией, как в народной пословице – где бы птица не летала, а свое гнездо найдет. Каждый народ имеет свои ценности и традиции. У нас есть свои ценности и традиции. Если народ не будет знать свои традиции, традиция – это история, да, то народ пропадет. Понимаете? Если народ не будет знать свой язык, через пятое поколение генетически вымерет. И когда ты это знаешь, и другие не знают, невозможно спать спокойно. Многие из них пришли сюда без знания языка своей исторической родины. Молодежь вообще везде одинаковая. Вместе тусить веселее, круг знакомств шире, да и вроде как свои. Но вот многие студенты и молодые рабочие стали задумываться над самим смыслом слова «азамат». Что значит быть гражданином? «Азамат» – это гражданин государства, да. Но есть смысл другой в этом. Смысл, который мы даем, и когда это общество наше назвали «азамат», это был «азамат» – это человек, да, достойный. И быть достойным, чтобы люди за тобой шли и верили – это очень большой труд. Они пришли сначала как молодые люди для развлечения, наверное, ну а теперь они сейчас как «азамат»-тар. Они «азаматы», потому что они действительно, каждый из них – это, знаете, наверное, тот алмаз, который становится бриллиантом. Когда мы сюда приходим, мы здесь общаемся, мы раскрываем свои таланты. Это шанс раскрыться. То есть мы сюда приходим после учебы, некоторые после учебы, кто-то после работы, и просто заряжаются энергией. Занятия казахским языком пока только по пятницам. Методические пособия и учебники не дефицит, привозят из соседнего Костаная. Урок начинается с повторения алфавита, как в первых школах просветителей Брайл Тансарина. Садятся в кружок и читают. Дотошный репортерский вопрос. А все ли тут у вас добровольно? Да и зачем учить казахский в суетливом российском мегаполисе вызывают улыбку? Нет, это не нагрузка. Наоборот, сюда вот прежде всего первая задача приходит учить казахский язык. Это родное. Мы казахи, то есть мы должны знать свой родной язык. Когда уже приезжаешь в Казахстан, или родственники приезжают, они уже разговаривают, и уже чувствуешь разницу вот эту вот. То, что они все на казахском говорят, а у тебя нет только возможности свободно с ними общаться. То есть в чем-то ты уже ограничен. За несколько недель Айдана обучилась бытовым фразам, хотя до совершенного владения языком предстоит высидеть немало таких вот уроков. Я немножко не поняла. А вот репетиции самодеятельной театральной танцевальной студии проводятся здесь каждый день. В программе от блистательного вальса до дерзновенного танца хара-жорган. Делаем так же три раза. И второй, и третий. Коломкас Аль-Мухамедову в ее 15 можно назвать без пяти минут хореографом-профессионалом. Ребята постоянно приходят в детские дома с благотворительными концертами. Их можно увидеть и на сцене городских торжеств. Частенько посмотреть на своих чат приходят и родители. За последние полгода у пока безымянной танцевальной труппы Азамата шесть крупных выступлений. После каждого Коломкас говорит себе. Я это сделала. На самом деле, чувство не сравнится ни с чем, наверное. Это такое вдохновение что-то делать дальше, продвигаться. Ты чувствуешь, что тобой восхищается. Это действительно счастье. Особенно, когда в зале сидят твои родители. И у мамы слезы на глазах от гордости. Вот это ни с чем не сравнится, наверное. Я безумно рада, что я хочу, чтобы родители мной огорлились. За общественно-политическими событиями Казахстана здесь следят пристально. И не просто следят, но и обсуждают. Не на помпезных собраниях, а также усевшись в кружок. Знаете, мы живем здесь, но мы все равно казахи. И всегда будем смотреть с уважением, с любовью на нашу родину. Мы достижениями нашей родины, Казахстан, да, исторически, мы гордимся. 20-50 я стратегию прочитал. Так, на ангелик. Казахстан – это великолепно вообще. Понимаете, вот это, оно прямо воодушевляет. И мы гордимся тем, что у нас вот наша родина, да, вот. И она вот такие цели ставит великие, которые близки нашим. Вот нам она близка. И мы радуемся. И вот эта ангелик и эль, она вообще, как вам сказать, ну, красива. Ну и какое же общение без развлечений на свежем воздухе. Благо, возле здания центра есть где порезвиться. При обществе Азамат существует своя баскетбольная, волейбольная и футбольная команда. Ребята тренируются на спортивных площадках. Впрочем, каждое занятие клуба может закончиться не обязательно репетицией или уроком, а вот таким вот обычным, банальным, ничего не деланием. Победила молодость. Завтра они опять соберутся здесь, и все начнется с такого же Достархана. А быть может, придут и гости. Кто-нибудь из челябинских казахов, кто уже задумался над смыслом народной пословицы. А на суте бой оседе, а на тле ой оседе. Редактор субтитров А.Семкин